Или потому, что они впереди, стыдно идти вслед, а вовсе не идти не стыдно. Не знаю, что я еще говорил в том же роде. В своем волнении я бросился прочь от него, а он потрясенный молчал и только глядел на меня. Речи мои звучали необычно. О моем душевном состоянии больше говорили лоб, щеки, глаза, цвет лица, звук голоса, чем слова мною произносимые. При нашем обиталище находился садик, который мы пользовались, как и всем домом, потому что владелец дома, нас приютивший, тут же жил. В своей сердечной смуте кинулся я туда, где жаркой схватки, в которой я схватился с собой, никто не помешал бы до самого конца ее. Ты знал какого, а я нет. Я безумствовал, чтобы войти в разум и умирал, чтобы жить. Я знал, в каком я зле, и не знал, какое благо уже вот-вот ждет меня. Итак, я отправился в сад, и за мной след, след Алипий. Его присутствие не нарушало моего уединения. И как бы он оставил меня в таком состоянии? Мы сели, как должно дальше, от построек. Душа моя глухо стонала, негодуя неистовым негодованием на то, что я не шел на союз с Тобой, Господи, а что, подобно, надо мной идти к Тебе. Об этом кричали все кости мои и возносили хвалой до небес. И не нужно тут ни кораблей, ни колесниц с четверкой, ни ходьбы. Расстояние не больше, чем от дома до места, где мы сидели. Стоит лишь захотеть идти, и ты уже не только идешь, ты уже у цели. Но захотеть надо сильно, от всего сердца, а не метаться взад-вперед со своей полубольной волей, в которой одно желание борется с другим. И то одно берет вверх, то другое. В мучениях этой нерешительности я делал много жестов, которые люди иногда хотят сделать и не могут, если у них нет соответственных членов. Если эти члены скованы, расслаблены усталостью, или им что-то мешает. Если я рвал волосы, ударял себя по лбу, сцепив пальцы, обхватывая колено, то я делал это потому, что хотел. Я мог, однако, захотеть и не сделать, откажи мне члены мои в повиновении. Я делал, следовательно, многое в той области, где хотеть и мочь неравнозначно. И не делал того, что мне было несравненно желание. И что я мог сделать, стоило только пожелать, а я уже во всяком случае желал пожелать. Тут ведь возможность сделать и желание сделать равнозначно. Пожелать, значит, уже сделать. И, однако, ничего не делалось. Тело мое легче повиновалось самым ничтожным желанием души. Двигаться членом, как я хотел, Чем душа в исполнении главного желания своего исполнения, Зависящего от одной ее воли. Откуда это чудовищное явление? Почему оно? Освяти меня милосердием Твоим и позволь спросить об этом. Может быть, ответ прозвучит из тайников наказания, Назначенного людям из мрака сокрушений сынов Адама. Откуда это чудовищное явление и почему оно? Душа приказывает телу, и оно тотчас же повинуется. Душа приказывает себе и встречает отпор. Душа приказывает руке двигаться. Она повинуется с такой легкостью, Что трудно уловить промежуток между приказом и его выполнением. Но душа есть душа, а рука – это тело. Душа приказывает душе пожелать. Она ведь едина, и, однако, она не делает по приказу. Откуда это чудовищное явление? И почему оно? Приказывает, говорю, пожелать та, которая не отдала бы приказа, Не будь у нее желание, и не делает по приказу. Но она не вкладывает себя целиком в это желание, а следовательно, и в приказ. Приказ действен в меру силы желания, И он не выполняется, если нет сильного желания. Воля ведь приказывает желать. Она одна и себе тождественна. А значит, приказывает она не от всей полноты. Поэтому приказки не исполняются. Если бы она была целостной, Не надо было бы и приказывать. Все уже было бы исполнено. А следовательно, одновременно желать и не желать – Это не чудовищное явление, а болезнь души. Душа не может совсем встать. Ее поднимает истина. Ее отягощает привычка. И потому в человеке два желания, Но ни одно из них не обладает целостностью. В одном есть то, чего не достает другому. Десять. Да погибнут от лица твоего, Господи, Как они и погибают. Суисловые соблазнители, Которые, заметив в человеке наличие двух желаний, Заявили, что есть в нас две души, Двух природ. Одна добрая, другая злая. Злые же на самом деле они, Ибо злые – эти их мысли. Но и эти люди могут стать добрыми, Если постигнут истину И постигнут согласие с истиной. Достигнут. Так что апостол твой сможет сказать им, Вы были некогда тьмой, А теперь вы – свет в Господе. Они, однако, желая быть светом не в Господе, А в самих себе, считают, Что природа души одинакова с Богом. Стали густой тьмой, Ибо в своей страшной дерзости Далеко отошли от тебя истинного света, Просвещавшего всякого человека, Приходящего в этот мир. Подумайте, что вы говорите, Покраснеете, И ступайте к нему, И просветитесь, И лица ваши не будут краснеть. Когда я раздумывал над тем, Чтобы служить Господу Богу моему, Как я давно уже положил себе, Хотел этого я, И не хотел этого, Я и был тем же я. Не вполне хотел, И не вполне не хотел. Поэтому я и боролся с собой, И разделился в самом себе. На это разделение, Происходившее против воли моей, Свидетельствовало не о природе другой души, А только о том, Что моя собственная наказана. И наказание создал не я, А грех, обитающий во мне. Как кара за грех, Совершенный по вольной воле, Я ведь был сыном Адама. Если враждующих между собой природ Столько же, Сколько противящихся, Одна другой воле, То их будет не две, А множество. Кто-либо, например, Рассуждает, Идти ли ему на их сборище, Или в театр, И вот они уже кричат, Вот две природы, Одна добрая ведет к нам, Другая злая уводит прочь. Иначе откуда это колебание Между желаниями противоположными? А я говорю, Что оба эти желания злы, И то, которое посылает к ним, И то, которое отсылает в театр. Они верят, Что хороша та воля, Повинуясь которой идут к ним. Хорошо. А если в ком-нибудь Из наших спорят два желания, И он колеблется, Идти ли ему в театр, Или в нашу церковь, Не заколеблется ли они с ответом? Или они признают то, Чего не хотят, В нашу церковь идут, Повинуясь доброй воле, Как идут в нее те, Кто стал причастен таинством ее И состоит в ней. Или же они сочтут, Что в одном человеке Сталкиваются две злые природы И две злые души. Тогда или неправдой окажутся Их обычные речи Об одной доброй И другой злой воле. Или же они обратятся к истине И не станут отрицать, Что при обсуждении чего-либо Одна и та же душа Волнуется разными желаниями. Пусть же не говорят они, Видя, как спорят две воли В одном человеке, Что в нем борются Две враждующие души, Происходящие от двух Враждующих субстанций И от двух враждующих начала, Одна добрая, другая злая. Ибо ты, праведный Божий, Отвергаешь их, Уличаешь и опровергаешь Указанием на две злых воли. Человек, например, обсуждает Погубить ему кого-то мечом Или ядом. Захватить это чужое поместье Или то захватить оба он не в силах. Расточать ему деньги на удовольствие Или жадно беречь их. Пойти в цирк или в театр Или оба в этот день открыты, если. Добавлю и третье желание. Не обокрас ли ему, Если представится случай, Чужой дом. Добавлю и четвертое. Не совершит ли прелюбодеяние, Если и тут открывается возможность. А если все эти желания Столкнутся в какой-то малый промежуток времени, Причем все одинаково сильные, Невозможно ведь осуществить их одновременно. Они должны будут разорвать душу между этими четырьмя враждующими волями. А то и между большим числом. Их желательно ведь многое. Они, однако, не говорят о такой же множественности разных субстанций. То же и с хорошими желаниями. Я спрашивал у них, Хорошо ли наслаждаться тенью апостола? Хорошо ли наслаждаться чистой мелодией псалма? Хорошо ли толковать Евангелие? Они на каждый вопрос ответят «Хорошо». Что же, если все это доставляет мне одинаковое одновременно наслаждение, Значит ли это, что человеческое сердце распирает разные воли при обсуждении, За что скорее взятие? Все они хороши. И, однако, спорят между собой, пока не будет выбрано одно, На чем радостно успокоится твоя целостная воля, Делившаяся раньше между многими желаниями. И так как вечность сулит радость на небесах, А наслаждение временными благами удерживает при земле, То одна и та же душа не целостной волей желает того или другого. Потому и разрывается она в тяжкой скорби. Истина понуждает к одному, Привычка понуждает к другому. Так мучился я и тосковал, Осыпая себя упреками, горшими, чем обычно. Барахтался и вертелся в моих путах, Чтобы целиком оборвать их. Они уже слабо держали меня. И все-таки держали. И ты, Господи, не давал мне передохнуть в тайниках сердца моего. Сырого милосердия своем, Бечевал ты меня двойным бечом страха и стыда, Чтобы я опять не отступил, Чтобы оборвал эту тонкую и слабую, Но еще державшуюся веревку. А то она опять наберет силы И свяжет меня еще крепче. Я говорил сам себе, Пусть это будет вот сейчас, вот сейчас. И с этими словами я уже принимал решение, Собирался его осуществить. И не осуществлял. Но и не скатывался в прежнее. И останавливался, не доходя до конца. И переводил дыхание. И опять я делал попытку, Подходил чуть ближе, еще ближе. Вот-вот был у цели, ухватывал ее. И не был ближе. И не был у цели, и не ухватывал ее. Колебался умереть из смерти или жить жизнью. У меня крепко вросло худое в меня, А хорошее не было цепко. И чем ближе придвигалось то мгновение, Когда я стану другим, Тем больший ужас вселяло оно в меня, во мне. Но я не отступал назад, не отворачивался. Я замер на месте. Удерживали меня сущие негодницы И сущая суета. Эти старинные подруги мои, Они тихонько дергали мою плотяную одежду И бормотали. Ты бросаешь нас? С этого мгновения мы навеки оставим тебя. С этого мгновения тебе навеки запрещено И то и это. То и это, сказал я. А что предлагали они мне на самом деле? Что предлагали? Боже мой! От души раба твоего отврати Это милосердием твоим. Какую грязь предлагали они, Какое безобразие! Но я слушал их куда меньше, Чем в полуха. И они уже не противоречили мне уверенно, Не становились поперек дороги, А шептались, словно, за спиной. И тайком пощипывали уходящего, Заставляли обернуться. И все же они задерживали меня. Я медленно вырвался, Отряхнулся от них и ринуться на зов. Властная привычка говорила мне, Думаешь, ты сможешь обойтись без них? Только в словах ее уже не было жара, Ибо на той стороне, Куда давно обратил я лицо свое И трепетал перед переходом, Открывалась мне чистота В своем целомудренном достоинстве, В ясной и спокойной радости. Честно и ласково было приглашение Идти и не сомневаться, Чисты руки протянутые, Чтоб подхватить и обнять меня. Многочисленные добрые примеры. Было там столько отроков и девиц, Такое множество молодежи И людей всякого возраста, И чистых вдов, И девственных старец. И чистота в них во всех И отнюдь не бесплодная. От тебя, Господи, супруга своего Породила она столько радостей. И она посмеивалась надо мною, Ободряя своей насмешкой, И будто говоря, Ты не сможешь того, Что смогли эти мужчины, Эти женщины. Да разве смогли они Своей силой, а не Божией? Бог Господь их вручил, Мне их. Зачем опираешься на себя? Себе нет опоры. Бросайся к нему, Не бойся. Он не отойдет, Не позволит тебе упасть. Бросайся спокойно. Он примет и исцелит тебя. Я сгорал от стыда, Потому что еще прислушивался К шепоту тех бездельней, Смедлил и не решался. И опять будто голос, Будь глух голосу Нечистой земной плоти твоей, И она умрет. Она говорит тебе о наслаждениях, Но не по закону Господа Бога твоего. Спор отошел в сердце моем, Обо мне самом и против меня самого. Алипий, не отходя от меня, Молчаливо ожидал, Чем кончится мое необычное волнение. Глубокое размышление Извлекло из тайных пропастей И собрало перед очами сердце моего Всю нищету мою. И страшная буря во мне Разразилась ливнем слез. Чтобы целиком излиться И выговориться, я встал. Одиночество, по-моему, Подходило больше, Чтобы предаться такому плащу. Я отошел подальше от Алипия. Даже его присутствие Было мне в тягость. В таком состоянии был я тогда, И он это понял. Кажется, я ему что-то сказал, В голосе моем уже слышались слезы. Я встал, А он в полном оцепенении остался Там, где мы сидели. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей И дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, Но такова была мысль моя. Господи, доколе? Доколе, Господи, гнев твой? Не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них, И жаловался, и вопил. Опять и опять, завтра, завтра. Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос из соседнего дома, Не зная, будто мальчика или девочки, Часто повторяющие нараспев. Возьми, читай, возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать, Не напевают ли обычно дети в какой-то игре нечто подобное. Нигде не доводилось мне этого слышать. Подавив рыдание, я стал истолковывать эти слова, Как божественное веление мне Открыть книгу и прочесть первую главу, Которая мне попадется. Я слышал об Антонии, Что его вразумили евангельские стихи, На которые он случайно наткнулся. Пойди, продай все имущество свое, Раздай бедным, И получишь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной. Эти слова сразу же обратили его к тебе. Взволнован и вернулся я на то место, Где сидел Олипий. Я оставил там, уходя апостольские послания. Я схватил их, открыл. И в молчании прочел главу, Первую попавшуюся мне на глаза. Не в пирах и в пьянстве, Не в спальнях и не в распутстве, Не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа И попеченье о плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше. Да и не нужно было. После этого текста сердцем ее залили, Свет и покой. Исчез мрак моих сомнений. Я отметил это место пальцем Или каким-то другим знаком, Закрыл книгу И спокойным лицом объяснил все Олипию. Он же объяснил мне таким же образом, Что с ним происходит, Я об этом не знал. Он пожелал увидеть, что я прочел, Я показал. А он продолжил чтение. Я не знал следующее стиха, Следовало вот что. Слабого в вере примите. Олипий отнес это к себе И открыл мне это. Укрепленный таким наставлением, Он безо всяких волнений и колебаний Принял решение доброе, Соответственное его нравам, Которые уже с давнего времени Были значительно лучше моих. Тут идем мы к матери, Сообщаем ей. А она в радости. Мы рассказываем, как все произошло. Она ликует, торжествует И благословляет тебя, Который в силах совершить больше, Чем мы просим и разумеем. Она видела, что ты даровал ей во мне Больше, чем она имела обыкновение Просить, стяная и обливаясь Горькими слезами. Ты обратил меня к себе. Я не искал больше жены, Ни на что не надеялся в этом мире. Я крепко стоял в той вере, Пребывающем, в которой ты показал Ей меня много лет назад. Ты обратил печаль ее в радость, Гораздо большую, чем та, Которую она хотела, Более ценную и чистую, чем та, Которую она ждала от внуков, Детей моих по плоти. Книга девятая Господи, я раб Твой, Я раб Твой и сын слуги Твоей, Ты сломал оковы мои, Жертву хвалы воздам я Тебе, Да восхвалит Тебя сердце мое и язык мой, Скажет все кости мои, Господи, кто подобен Тебе? Пусть скажет, а ты ответь мне И скажи, душе моей, Я спасение Твое. Кто я и каков я? Какого зла не было в поступках моих? А если не в поступках, то в словах? А если не в словах, то в моей воле? Ты же, Господи, благостный и милосердный, Заглянул в бездну смерти моей, Выгреб десницей своей самого дна Сердца моего груды нечистоты. А это значило отныне Всеми силами не хотеть того, Чего хотел я, И хотеть того, чего хотел Ты. Но где же находилось годы и годы, И с какой глубокой тайной пропасти Вызвал Ты в одно мгновение свободную волю мою? Да подставлю шею свою под удобное ермо Твое И плечи под легкую ношу Твою. Христе Иисусе, помощник мой и мой искупитель! Как сладостно стало мне вдруг Лишиться сладостных пустяков! Раньше я боялся упустить их, Теперь радовался отпустить. Ты прогнал их от меня, Ты истинная и наивысшая сладость, Прогнал и вошел на их место. Ты, который сладостнее всякого наслаждения, Только не для плоти и крови, Светлее всякого света, Но сокровеннее всякой тайны, Выше всяких почестей, Но не для тех, Кто возвышается сам. Душа моя стала свободна От грызущих забот. Не надо просить и кланяться, Искать заработка, Валяйте в грязи, Расчесывая чесотку похоти. Я лепетал перед Тобою, Свет мой, богатство мое и спасение, Господи Боже мой! Я решил перед очами Твоими Не порывать резко со своей службой, А тихонько отойти от этой работы Языком на торгу болтовней. Пусть юноша, Помышляющая не о законе Твоем, Не о мире Твоем, Не о лжи, Безумии и схватках на форуме, Покупает оружие Своему неистовству, Не у меня. До виноградных каникул Оставалось, кстати, Совсем мало дней. Я решил перетерпеть Все эти дни и уйти, Как обычно, в отпуск, Но не возвращаться больше Продажным рабом. Я был Тобою выкуплен. Решение наше было открыто Тебе, Людям же открыто только Своим. И мы условились нигде На нем не проговариваться, Хотя нам, Поднимающимся из долины слез И воспевающим песни восхождения, Дал Ты острые стрелы и угли, Обжигающие лукавый язык, Который заботливо Противоречит доброму И из любви к Тебе Пожирает Тебя, Словно привычную пищу. Ты уязвил сердце наше Любовью Твоею, И в нем хранили мы слова Твои, Пронизавшие утробу нашу. Мы собрали образы рабов Твоих, Ты осветил их темных, Оживил мертвых, И погрузились в размышления над ними. Их пример сжег нас, Уничтожал окаменелое бесчувствие, Мешал скатиться в бездну, Воспламенял так, Что всякое веяние противоречий От языка лукавого Только разжигало наше желание, Но не могло угасить его. А так как имя Твое Светится по всей земле, То нашлись бы и люди, Восхвалявшие наши намерения и обеты. Мне же казалось хвастовством Не подождать столь близких каникул, Но уйти с публичного поста, Бывшего на виду всех, Будто мне хочется предупредить Наступающий праздник, Обратить на себя общее внимание. Все и заговорили бы, Что я стремлюсь возвеличить себя. А зачем мне, Чтобы люди судили и рядили О душе моей, И хулили доброе наше? А тут еще в это самое лето От чрезмерной работы в школе Легкие мои начали сдавать. Дыхание стало затруднено, Боли в груди свидетельствовали О ее недуге. Голос стал глухим и прерывистым. Сначала это меня очень стревожило. Приходилось по необходимости Сложить бремя учительства Или во всяком случае Прервать работу, Пока, может быть, вылечусь И выздоровею. Когда же овладела мной И укрепилась во всей полноте Желание свободиться, И видеть, ибо Ты – Господь. Ты знаешь, Боже мой, Я даже обрадовался, Что у меня есть справедливое извинение, Которое должно смягчить обиду людей, Не желавших из-за своих милых детей Помиловать меня. Полной такой радости Я претерпел этот промежуток времени До конца. Было это, кажется, дней двадцать. Претерпевались они с натугой. Во мне уже не было того запала, С которым я обычно вел эти трудные занятия, И не прийти на его смену терпения, Не приди, Они согнули бы меня под своим бременем. Кто-нибудь из рабов Твоих, Моих братьев, скажет, Что я согрешил, Позволив себе хоть один час Остаться на кафедре лжи, В то время как сердце мое Полно было желанием служить Тебе. Не буду спорить, Но Ты, всемилостивый Господи, Разве не простил мне этот грех И не отпустил его вместе с другими Страшными и смертными, Омыв меня святой водой? Верикунт изводился и тосковал, Глядя на наше счастье. Он видел, что узы, Крепко его связавшие, Заставят его покинуть наше общество. Не будучи сам христианином, Он женился на христианке, И она-то и оказалась Самыми тесными колодками, Мешавшими ему пойти по пути, На которые вступили мы. А стать христианином Он хотел только при том условии, Которое было невыполнимо. Он ласково предложил нам Побыть в его имении, Пока захотим. Ты воздашь ему, Господи, Сейчас воздаяние праведным, Ибо часть его, Ибо часть Ты уже воздал ему. Хоть и в отсутствие наше, Мы были уже в Риме, Он во время тяжелой болезни Стал христианином И переселился из этой жизни. Ты пожалел не только его, Но и нас. Мы не будем мучить С невыносимой болью, Думая, что этот исключительный доброты К нам, друг наш, Исключен из стада Твоего. Благодарим Тебя, Боже наш, Мы Твои, В разумлении и утешении Твои Говорят об этом. Верный своим обещаниям, Дал Ты Верикунду за это именице В Касси-Циаке, Где мы отдохнули в Тебе От мирских треволнений Красоту Твоего Вечно зеленеющего рая, Ибо отпустил ему земные грехи Его на горе молочной, На горе Твоей, горе изобилия. А в то время он тосковал. Не бреди же радовался с нами, Хотя он еще и не был христианином, И когда-то свалился в ров Губительнейшего заблуждения. Подлинное тело Сына Твоего Считал призрачным, Но выбрался оттуда, И еще сам по себе, Еще не причастный к таинствам Твоей церкви, Был уже пылким искателем истины. Вскоре после обращения нашего И возрождения к крещениям Твоим Ты разрешил его от тела. Он был уже верным христианином, Служил Тебе в совершенном целомудрии И воздержании у своих в Африке, И через него весь его дом Стал христианским. Теперь он живет в лоне Авраамовом. Что, разумеется, под этим словом лона? Там живет мой небридий, Милый друг мой, Усыновленный тобой, Сын отпущенника. Там живет он. Может ли быть другое место Для такой души? Там живет он, В этом месте, О котором столько раз спрашивал Меня жалкого невежду. Теперь он преклоняет ухо Не к устам моим, А духовные уста своих К источнику Твоему Из счастья, Не знающим конца, Пьет, сколько может, В меру жадности своей От мудрости Твоей. Я не думаю, Что он так опьянен ею, Что позабыл меня. Ты ведь поминаешь меня, Господи, Утоляя его жажду. Так жили мы, Утешая Верикунда Печаленного обращением нашим, Но хранившего дружбу, Уговаривали его уверовать, Оставаясь на своей ступени, То есть в брачной жизни, И поджидали, Когда Небридий пойдет за нами. Он был очень близок к этому И готов был вот-вот это сделать, Но уже истекли дни каникул. Они показались мне длинными, И было их много. Я ведь хотел свободы и досуга, Чтобы воспевать тебя Всем существом своим. Тебе говорилось сердце мое, Я искал лица Твоего, Лицо Твое, Господи, Узыщу я. И вот пришел день, Когда я на деле освободился От преподавания риторики, От которого уже давно Освобожден был в мыслях. Ты убрал язык мой оттуда, Откуда еще раньше убрал сердце мое. И я благословлял тебя И радовался, Уезжая в деревню Вместе со всеми своими. Я занялся там Кое-каким писанием, Этими книгами я, правда, служил тебе, Но от них еще отдавала Духом школьного высокоумия. Так дышат бегуны, Остановившись передохнуть. Это видно и в диалогах С присутствующими друзьями, И в беседах с самим собой Перед лицом Твоим. Видно и в переписке С отсутствующим небридием. Хватит ли у меня времени Вспомнить все великие благодеяния Твои От того времени? Я весь спешу перейти к главному. Воспоминание вызывает мне Меня тогдашнего. И мне сладостно поведать тебе, Господи, О тех тайных уколах, Которыми ты украшал меня, О том, как поверг меня ниц, Понизив горы и холмы Моих размышлений, Выправив кривизны мои И сгладив бугры. Как самого Алипия, Брата сердца моего, Подчинил имени Единородного Твоего Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего, Имени, которое он раньше пренебрегал Вставлять в Писание наше. Он предпочитал, Чтобы от них исходил запах Школьных кедров, Которые Господь разбил в щепы, А не церковных трав, Излечивавших змеиные укусы. Как взывал я к Тебе, Боже мой, Читая псалмы Давида, Эти христианские песнопения, Звучавшие благочестием, Изгонявшие дух гордыни. Новичок в истинной любви Твоей, Катехумен, Вместе с Катехуменом Алипием Я отдыхал в деревенской усадьбе. С нами была моя мать, Соединившая с женской повадкой Мужскую веру, С ясностью старости Материнскую любовь и христианское благочестие. Как взывал я к Тебе в этих псалмах, Какая любовь к Тебе вспыхивала от них, Каким желанием горел я прочесть их, Если бы мог, всему миру, Сокрушая ими человеческую гордость. Но их ведь и поют по всему миру, И никто не может скрыться от огня Твоего. С какой резкой и острой болью Возмущался я манекеями и опять-таки жалел их, Потому что они не знают наших таин, Этого лекарства, И в безумии отвергают противоядие, От которого вернулся бы ум. Мне хотелось, чтобы они были где-нибудь тут, около, А я бы и не знал, что они тут. Пусть поглядели бы они на мое лицо И услышали воскресания мои, Когда я в моем тогдашнем уединении читал четвертый псалом. Пусть увидели бы, что сделал со мной этот псалом. Когда воззвал я к Тебе, услышал Ты меня, Боже, правды моей. В тревоге дал Ты покои мне, Помилуй меня, Господи, и услыши молитву мою. Пусть бы послушали, А я бы и не подозревал, что они слушают. Пусть не думают, что я говорю ради них то, Что говорил я между этими словами. И на самом деле я не сказал бы этого, И не так бы это сказал, Знай я, что они видят и слышат меня. Да если бы и сказал, То они ведь не восприняли бы, Как сама с собой, для себя самой, Перед лицом Твоим, Сынуне любви изливается душа моя.